Собрал сюда, на это место, чтобы мы благодарили Его и славили за Его милость, за Его любовь. И сегодня праздник Рождества Христова. Слава Господу, друзья мои! Я вас всех поздравляю с этим праздником. Это наш самый такой, самый главный, самый важный праздник на земле, правда? Это рождение нашего Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! И мы начали его праздновать с 25 декабря, и сегодня 7 января мы его празднуем. Слава Богу! Друзья мои, почему? Потому что Христос, не только Он в эти дни родился, Он родился в наших сердцах, друзья мои. Когда мы Его приняли в Своем сердце и сказали, Иисус, вадимое сердце, Он родился в наших сердцах. Слава Богу, правда? И вот для нас каждый день праздник Рождества Христова можно праздновать, правда? Почему? Потому что мы рождены через Его Слово, через Его благодать, мы получили этот мир радости спасения. И эта радость, это спасение, оно всегда пребывает в нас. Почему? Потому что мы радуемся, мы всегда радуемся в Господе, правда? Трудно ли нам, плохо ли нам, мы обращаемся к Нему, и Он помогает нам, дает нам силы и способности победить, преодолеть все эти препятствия, все эти недуги, правда же? Почему? Потому что, ну, без Бога, как в пословице есть в мире, без Бога не до порога. Ну, а без Бога, знаете, нам, вы сами знаете, нам теперь без Бога никуда. Куда мы без Бога теперь? Мы без Бога куда шли? Прямой широкой дорогой в ад. Я так скажу прямо, вот не скажу, что погибли, а прямо скажу в ад. Шли прямой дорогой. Но Господь нас развернул на 180 градусов и направил нас на свой путь. На путь спасения, на путь истинный и на путь благодатный. Слава Богу, друзья мои, но этот путь нам, вы знаете, он не говорил, что он будет услан вам большими красивыми цветами, но путь будет узкий и тернистый. Но, друзья мои, слава Богу, 2016 год, уже мы вступили в него уже седьмой день года. Помните, когда мы переходили с 20 на 21 век, кто был, может быть, на ночной молитве, Ильин Петр говорил такие слова. Да, 2001 год и второй год, еще как бы было откровение, еще благодать будет действовать, и еще будет как бы мир на земле, все, будем жить. А дальше как Бог усмотрит? Слава Богу, Бог усматривает. 16-й год настал, а мы живем. Хорошо нам, правда? Нас здесь не трясет в Сибири. Мороза, слава Богу, как сегодня заговорили о морозах. Вадим говорит, да чего эти морозы, может, кто-то просто так, а просто, знаете, ну, Господь, мороз, не мороз, а сегодня мы собрались здесь, правда? Слава Богу. Почему? Потому что так Бог устроил. Зато летом тепло нам будет и жарко. Опять будет, где-то кто-то будет, ой, как жарко, будем роптать или что-то, но, друзья мои, роботники Царства Божьего не наследуют. Нам будет всегда хорошо. Я думаю, вы знаете, когда Петр говорил на горе Преображения, он говорит, хорошо нам здесь быть, правда? Ему ничего уже не надо было, ни куще, ничего не нужно было. Он говорит, хорошо нам здесь быть. Тебе, Моисею, Илье, куще, а нам их так хорошо. Слава Богу, нам хорошо, правда? Хорошо нам здесь быть. Почему? Потому что здесь пребывает Бог, Духом Святым и высиний в наших сердцах. Слава нашему Господу. Но я хочу зачитать перед молитвой, как это происходило, рождение Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 стиха. В те дни вышло от Кезаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения и Сирею. И пошли все записываться каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарет и в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В ясли положила. Знаете, для нас, в которой мы в сельском месте жили, мы знаем, что такое ясли, правда? Там, где живут животные, там, где, понимаете, так вот, такие, все такое, ну, неблагоприятное для жилья, но Христос вот там родился. Христос там родился, понимаете? Вот так вот он родился, слава Господу. И вон, в нем не было ни вида, ни величия. Правда, как мы читаем у пророка Исаии, 53 главе. Нет в нем ни вида, ни величия. Но, друзья мои, вот он родился без вида, без величия. Тот великий, который спас весь мир. Слава Господу, друзья мои. И вот, смотрите, и дальше я читаю 8 стих и ниже. В той стране были в поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам, гордый Давидов, Спаситель, который есть Христос Господь. Не в царские четроги явился ангел, правда, и сказал, так, царь, Ира, там все другие, там все святые. Идите, Христос родился. Нет, Он явился простым людям, простым людям, пастухам, которые пасли стада, друзья мои. И вы знаете, Христос, когда в свое время явился в наши сердца, вот таким, вы знаете, незамеченным таким людям, которые грешники мы были с вами, но Он явился в наши сердца, явился и открылся нам в духе и в истине. Слава Богу, правда? И Он открылся, и мы поверили, что вот Он может спасти нас. И когда мы поверили, и когда сказали Ему, Господь, прости нас, измени нашу жизнь в одни наших сердца, и Он изменил это все. Правда же? Изменил это все. Из пьяниц сделал нормальных людей, из блудников сделал нормальных людей, изо всех сделал нормальных людей. И слава Богу, сегодня мы благодарим Его за это и славим. Правда же? И сегодня это Рождество, оно, понимаете, оно в наших сердцах, оно в наших сердцах. И многие, знаете, празднуют Рождество по-своему, по-другому. Но, друзья мои, я вам так скажу, сегодня мы празднуем это по Слову Божьему, поистине, что написано нам и как Бог заповедовал нам это делать. И сегодня этот праздник для нас, он, вы знаете, как я уже сказал, самый такой счастливый день для нашей жизни, когда Христос родился в наших сердцах. В моем сердце он родился в июле, в вашем сердце, может, в другом месте, но сегодня мы празднуем тот рождение, когда он пришел на землю, друзья мои. Пришел на землю в облике младенца, в облике человека, и, знаете, и вот возрастал, да, и потом начал производить труд. Слава Богу, друзья мои. И эти пастухи, вы знаете, наверное, сильно были рады. Они не поняли сначала, что ангелы сказали. Ну, пошли и посмотрели, правда? Пошли и посмотрели этого спасителя, который лежал в яслях младенец. Слава Богу, вы знаете, желание моего сердца помолиться, попросить у Господа благословения на сию служение, на этот день, на нашу жизнь, правда? Чтобы Господь нас благословил, вел нас, хранил, оберегал, как Он хранил нас до сего места, всего часа, чтобы Его рука, Его любовь, Его милость вела нас, хранила и оберегала. Слава Господу! Давайте помолимся! Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается. Пусть на пороге скорбь и ужас не устрашусь судьбы измельчивой. Могу ли Господу не верить? Иду к Нему с мольбой доверчивой. Знакомые стучу я двери, Стучу без страха, без сомнения. Отцу веряю воли хлопоты, Он не увидит огорчения, И не услышит слова робота. Я не посмею, не доверяю. Набросит тень на волю Вышнего. Бог полный любви и милосердия. Он не пошлет страдания лишнего. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Ко благу завтра мне послужит. Аминь. Песня. 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 Слодость любовь, пролитую кровь, Что смыла грех в души, Что смыла грех в души, Что смыла грех в своей души. Всех приветствую. Хочется сказать слава нашему Господу. Читая Священное Писание, это первая глава от Иоанна, мы видим, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Слава нашему Господу. И когда Христос пришел в этот мир, чтобы просветить всякую тьму, мы видим, что Иоанн в нем, когда он шел на водное крещение, рассмотрел того, о ком ему говорил однажды уже Бог, когда ты увидишь Духа Святого, сходящего на Него, Тот и есть, является Агнцем. И смотрите, в 33 стиха, «Я не знал Его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел, и свидетельствовал, что сей Сын Божий». Я однажды читаю это место Священного Писания, так размышляя об этом, и думаешь, ну, мы много видим, что заурядных людей, может быть, нас кто-то знакомит заочно, и пытаешься, когда с ними уже общаться, может быть, когда встреча какая-то происходит, то пытаешься в нем рассмотреть то, что тебе о нем говорили. И мы видим, что Иоанн, он о ком-то свидетельствует, о том, что когда-то получил от Бога свидетельство, что тот-то и тот-то придет, на него посадет Дух Святой, видя ангел, и ты это все будешь видеть. И это и есть крестящий Духом Святым, это и есть Агнец Божий. И дальше, смотрите, написано, «И я видел и свидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. То есть у Иоанна были свои ученики. И он, и увидев идущего, Иисусу сказал, «Вот Агнец Божий». Другими словами, я лично получил для себя откровение, что родился Бог, родился Агнец, который возьмет грех всего мира. И приходят мои ученики, ну я так на себя, да, учеников знакомлю. Вот я лично получил, вот это есть является Агнец. Но ученики почему-то, они были, видать, с холодным умом и с таким же сердцем. И мы читаем, что «на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец». Ну, другими словами, познакомил. Вот он и есть. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. И я задумался, думаю, ну как, каким способом или каким образом, что они, почему они пошли. Ну вот они идут и по всей вероятности за Иисусом наблюдают. Иоанн со своей стороны знакомит его с Иисусом и говорит, «Вот Агнец Божий». Они идут за ним. И дальше Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надо?» Я думаю, интересно. Он знакомит с Агнецем, он понимает, что он пришел взять тяжесть всего греха этого мира, но когда они следуют за ним, он говорит им, «Что тебе надо от меня?» «Что вам надо от меня?» И я так подумал, и слово свое назвал «наша вера». И действительно, что вера, она не созиждется на пустом месте, она, это такое слово, оно фундаментальное, она с чего-то начинается. И вот начинается закладка фундамента, это мы видим Иоанн, увидел в Иисусе Христе этот фундамент, краеугольный камень, он с этим краеугольным камнем знакомит, на этом краеугольном должны строить строители. Написано в Петра о том, что мы, каждый из нас являются строителем, и каждый смотри, как строит, кто из каких камней, и что мы, как камни, и строяйте из себя дом духовный. И вот смотрите, он говорит, «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». И я так задумался, скорее всего, они стали наблюдать за ним, они стали смотреть за ним, они смотрели, что он говорит, какие он делает, может быть, какое общение у него складывается с людьми, потому что написано, что он пришел к грешникам, он к пьяницам, да, и среди них он находился по сути своей. И вот он за ними наблюдал, что говорит, как здоровается, вежлив ли он. И дальше он говорит, «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо? Они сказали ему, Рави, что значит учитель, где еще и живешь-то теперь?» То есть они, наблюдая за ним, шли за ним каким-то путем, смотрели, как он делает, что он делает и так далее, и потом еще и в конце, а где ты живешь-то? Я так думаю, интересно, очень часто мы приходим в какое-то, ну, скажем, помещение, место, там, где собрание людей, и мы себя ведем, ну, соответственно, этому собранию. Настолько вежливо, настолько, ну, обходительный, к тому или к другому внимание оказываем и так далее. Но ученики на это на все посмотрели и сказали, «Ну да, очень хорошо. Так, теперь где ты живешь? Пойдем-ка мы туда сходим, посмотрим. Поговорим с теми, с кем ты живешь и что они о тебе скажут». И наша вера бывает порою, что она подобна или очень похожа на тех фарисеев, которые выходят на углы улиц, выходят на какие-то общественные места для того, чтобы они были видны для всех, для того, чтобы сказали о них, что это действительно люди богобоязненные, любящие Бога, что они, вот посмотрите, на всяком месте совершают молитвы, совершают и те, и другие дела. Ну, а по сути, Иисус говорит о них, что они гробы окрашены, только делают для того, чтобы это было видимо для всех, но в сердце их не было того. Иисус же, обратившись и увидел идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, Рави, где ты живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около десятого часа. Один из двух, услышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Слава нашему Господу. Вот оно, знакомство было через Иоанна, потом они сами проходят, смотрят, наблюдают, потом пришли домой, дома побыли, и все говорят, это точно Он. Слава нашему Господу. Дорогие братья и сестры, мы чьи дети? Христос родился в наших сердцах, и мы понимаем, что Он желает изменения наших сердец, для того, чтобы наши сердца, они уже от этих каких-то ветхих дел переобразовали совершенно в другие дела. И мы читаем Слове Божьем, и Слово Божье нам говорит о том, что истинно узнают, что мы Его ученики, если будем иметь любовь между собой. Но между собой любовь, любовь это такое, можно, абстрактное слово, о нем можно много говорить, но если конкретизировать, это, соответственно, это наши дела. Я могу сказать, что я люблю свою жену, или жена любит меня, если она будет действовать по отношению ко мне, мне как-то помогать, может быть, где-то внимание оказывать, еще что-то, и я буду понимать, что я ее основная цель, для того, чтобы угодить мне. И мы понимаем, если мы Божьи дети, если мы ученики нашего Господа Иисуса Христа, то мы понимаем, что Слово Божье нам, ну, скажем, говорит о том, что мы должны иметь любовь между собою, если мы ее не имеем, то большой вопрос. Но Иоанн Яков еще описывает нам в первой главе так же, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. И чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов и в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира. И в греческом вот это слово благочестие, оно переводится как вероисповедание или религия. А с армянского оно переводится как религиолюбы. То есть понимаем, о чем это слово говорит. И когда ты думаешь, что чистая и непорочная твоя любовь к твоей религии или твое вероисповедание, оно о чем говорит? Оно нам говорит о том, что перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов. Но я задумался и думаю, презирать, но это значит видеть, дай их к ним подходить, участвовать, может быть, как-то словом и так далее. Но в армянском переводе это слово говорит презирать, это значит посещать. Посещать сирот и вдов. То есть Слово Божие нас учит, чтобы наша вера, наша любовь к нашему Богу, наши взаимоотношения с Богом, они строились на взаимоскрепляющих связях между собою. Чтобы мы прежде своими делами подтверждали, что мы действительно являемся и у нас, в нашем сердце присутствует именно та религия или, скажем, та любовь к Богу, которая действует в наше сердце любовью и делами. И мы читаем же во второй главе Иакова, он говорит, если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, грейся и питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы. И мы порой, действительно, бывает в нашей жизни, что подойдет какой-нибудь человек или, может быть, мы усмотрели, но у него есть, существует какая-то нужда, и у нас сразу вопросы. Написано, покажите вере вашей, и начинаются, мы будем показывать свои веры. Сначала рассуждать начинаем, потом думаем, ну, может быть, вообще это ему повредит и так далее. И он говорит, ну, мы не можем тебе в этом помочь. Но он говорит, если мы видим человека, который нуждается, действительно, мы рассмотрели, может быть, вникли немного, да, о том, что какая у него на сегодняшний момент сложилась проблема, и в этой проблеме поучаствовали, то мы действительно являемся детьми Божьими. Если мы ему говорим, иди грейся, иди питайся, Бог по тебе позаботится, я буду молиться о тебе, ну, большой вопрос, кто мы? И дальше он говорит, как и вера, если не имея дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Вот все эти события, которые описывают Слово Божие, о том, что мы говорим, и сейчас любого спроси человека, проходящего мимо тебя, какой сегодня праздник, он скажет, раздельство Христово, он спросим у него, веришь ты ли в Иисус? Он скажет, конечно, я верю, но при всем при этом, Слово Божие говорит, что бедствия тоже веруют, и они сто процентов веруют, не как мы. Мы, бывает, еще и колеблемся, мы думаем, может быть, получится, а может и не получится, а может, я помолюсь, может быть, сбудется, а может и не сбудется, может, Бог ответит, а может и не ответит, но написано в том, что а бедствия, они сто процентов веруют, и плюс ко всему, они еще и трепещут, они ожидают этого пришествия нашего Господа Иисуса, они знают, что Он родился, они знают, что все, что о них сказано уже в Слове Божьем, они сбываются, они трепещут от этого, но у нас бывает порой, наше сердце очень далеко от этого отстоит, и мы заботимся сегодня больше об этом, ну, скажем, что обо мне подумаешь, как бы мне, как бы мне бы послужили, как бы обо мне бы сегодня еще позаботились, как бы на меня бы посмотрели, обратили внимание, и так далее, и тому подобное, и другими словами, мы все, ну, скажем, делаем так эгоистичным, окружая себя какой-то заботой, но окружая себя заботой, не то, чтобы люди тебя окружали, а сам на себя натягивая это внимание, да поможет нам всем Господь, и дальше мы читаем, ну, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва, и мы понимаем, что нам необходимо, как детям Божьим, чтобы наши руки, они прежде всего укрепились, и наши сердца, они, ну, скажем, искали нуждающегося человека, для того, чтобы мы могли послужить тем светом, которым мы прочитали, пришел свет, для того, чтобы что сделать, рассеять всякую тьму, слава нашему Господу, и рассматривая среди людей такого человека, который вокруг нас, может быть рядом с нами, но мы почему-то его не усматриваем, и тот свет, который в нас пришел через Иисуса Христа, прежде всего вошел в нашу жизнь, наша жизнь изменилась, и дальше Бог хочет, мы читаем в 11 главе евреям о том, что описано, что вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом, и может быть, ну, ожидаем того, что придет когда-то, мы об этом думаем, но я думаю, что больше это, можно сказать, осуществление перемен в твоем сердце, может быть, ты когда-то был, только на себя внимание обращал, только бы о тебе бы заботились человеки, но другая перемена, когда вера в тебе производит такое действие, когда ты ожидаешь именно этих перемен для того, чтобы твое сердце служило окружающим людям, слава нашему Господу, чтобы мое сердце, оно принадлежало небу, чтобы мое сердце, оно здесь на земле не укоренялось, потому что мы здесь временные жители, слава Господу, что не здесь наше жительство, и здесь нам нечего укореняться, наше жительство на небесах. 14 глава, я много раз повторяю и знаю, что это для меня любимое место, что Он пойдет, приготовил, и ушел для того, чтобы приготовить место для нас, для того, чтобы мы были там, где Он находится, и наша вера, она в том укрепляется, что Христос однажды пришел в мир, просветил этот мир своим светом, вошел в святое святых, и теперь одесную Бога Отца, является ходатаем за тебя и меня, для того, чтобы мое и твое сердце преобразовалось при избыточествующей этой любовью по отношению друг к другу прежде всего и к окружающим людям. Слава нашему Господу! Чтобы та вера, которую Христос пришел, это не было любовью моей к религии, чтобы я не был, ну, скажем, только лишь внешним христианином, которым, ну, я улыбаюсь, я говорю, да, но в доме своем я не являюсь таковым, я злой, мои дети не хотят со мной иметь никакого отношения, никакого общения, они от меня отворачиваются, я когда домой захожу, они уходят в другую комнату и так далее, и тому подобное. Но я знаю, что когда ко мне придут мои гости, подобно, как и сказали ученики Иоанна, о том, что ну-ка, где-то ты живешь, то я знаю, что когда ко мне зайдут, они увидят, что дети очень сильно любят меня и любят тех гостей, которые к нам приходят, и меня облепят, и его облепят, того, кто ко мне пришел. Слава нашему Господу! И наше желание, я думаю, и Слово Божие нам говорит, что Христос пришел для того, чтобы наши сердца с детьми они были сближены, чтобы у нас не было никакого барьера между детьми и нами. А мы, бывает, что мы взрослые же, да, и говорим, ну, кто меня выиграет в шашке, да, или в пешке, там, или в шахматы? Ну, мы же понимаем, что кто? Папа же выиграет, да, потому что он... Но любовь, написанная, она не превозносится. Слава нашему Господу! И Христос не превознесся, а Он пришел и этой любовью послужил каждому из нас. Слава Иисусу! И Он, эта вера, которую Он принес тебе и мне, чтобы мы не были лишь только набожными людьми для окружающих, читающими Слово Божие, молящимися и так далее и тому подобное, а служили действительно своей жизнью, чтобы это все было, служило нашему Господу, чтобы те действия, которые производят в нас благодать Божия, чтобы она действительно была обращена к окружающим нас людям. Я хотел бы вместе с вами помолиться, поблагодарить нашего Господа за Иисуса Христа, что Он дал нам действительно через Него рассмотреть, что действительно для каждого из нас является вера, чтобы мы могли рассмотреть среди Него, через Него, что значит любовь для каждого из нас, чтобы мы могли, обращая на Него, так же служить, как Он служил нам. Слава нашему Господу! Помолимся! Слава нашему Господу! Известен мне город святой! Светил его, как алмазка в цели, небесный горит красотой! Город повторяют восторги уста, город, кражет солнцевая красота, Город дивный, город Салима, город вечный, царя Христа! Двенадцать там враты, двенадцать жемчужин, и золото улицы там, Там солнечный свет совершенно не нужен, и места там нету ночам, Город повторяют восторги уста, город, кражет солнца твоя красота, Город дивный, город Салима, город вечный, царя Христа! О, город великий, о, город чудесный, дай больше тебя полюбить, И в книге для жизни твоей драгоценной На веки записанной быть, Город повторяют восторги уста, Город, где же солнца твоя красота, Город дивный, Город Салима, Город вечный, царя Христа! Что мне золото бренного мира, Что мне царский удел вековой, Что мне гимны, хвалебные пира, Если нет Иисуса со мной, Что мне радости, Что мне печали, Что волненье или покой, Отличу день от ночи, Едва ли, Если нет Иисуса со мной, Без Него Мир похож на пустыню, Без Него Сердце высушит зной, У воды я от жажды погибну, Если нет Иисуса со мной, Что мне чаша владык венцы носных, Что мне толку от славы земной, Не найду себе места под солнцем, Если нет Иисуса со мной, Без Него остановится время, Без Него я ничто в прах земной, Без Него я ничто в прах земной, Ты погибну, Если нет Иисуса со мной, Аминь. ПЕСНЯ 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 СПЕСНЯ ПЕСНЯ И наступною мовою о своем царе царе. Сам Христос теперь желает разводиться в сердце в нас, в царство небо приглашает то еще в последний час. Други и старых девят не один, не один из них. В имя Божьей, спасение, ты, моли, не будешь ей. В имя Божьей, спасение, ты, моли, не будешь ей. Скажем, слава нашему Господу, дорогие братья и сестры. Действительно, это большая радость, Рождество Иисуса Христа. Благодаря Его рождению мы сегодня находимся здесь. Благодаря Его рождению мы имеем мир в сердце. Благодаря рождению Иисуса Христа мы имеем прощение грехов. И можно причислять много-много достоинств, которые мы имеем благодаря Его рождению. Слава Господу! И самое главное, это мы имеем мир в сердце, который дает Господь и Его праведность. И при своей небольшой проповеди я хотел бы прочитать небольшое стихотворение. Не дан короткий срок земного заключения, чтоб я усвоить смог небесное учение, учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Не дан недолгий срок и скромное имущество, чтоб я познать, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы грешники и мытари, Его святой крови содеялись омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Слава Господу! И я прочитаю не три места из Святого Писания о родестве Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, вторая глава, с первого стиха. «Когда Иисус родился в Флееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли Иерусалим в Оухвы, с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех предосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему, «В Флееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «Им ты, Флеем, земля Иудина, ничем не меньше воевоз Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, которую пасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно призвав Волхов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Флеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, высушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». И мы также знаем историю, когда ангелы явились пастухам, и было извещено им, что родился Спаситель Иисус Христос. Мы знаем, что в мире сегодня очень много рождается детей, наверное, миллионы, сколько, сотни тысяч ежедневно, и практически мало кто знает об этих детях. Ну, может быть, родственники рядом, окружение там, близкие, папа, мама. Но мы видим, что рождение Иисуса Христа, оно привело всех, не оставив никого равнодушным. Написано, весь Иерусалим, весь город Иерусалим пришел в движение. Родился царь. И, вы знаете, его рождение, одни радовались его рождению, радовались мудрецы, которые пришли с востока, радовались пастухи, которые его видели, радовались Мария, радовались Иосиф, радовались Симеон. И были те, которые не радовались его рождения, которые были огорчены. Это многие из этих людей, которые были огорчены, может, садукеи, фарисеи, которые ожидали, может, другого Иисуса. Были те, которые ненавидели Иисуса Христа. Мы знаем Ирод, да, который ненавидел рождение Иисуса Христа. И, вы знаете, ничего не изменилось сегодня. Сегодня одни любят Господа, прославляют имя Его, другие и гранируют Его, не обращают на Его внимания, а тот, может, открыт даже и ненавидит, и гонит христиан за слово Господне. И мы знаем, что есть такие страны, которые угнетают христиан за веру, и, значит, они ненавидят Иисуса Христа. Поэтому мы можем быть благодарны Господу, что мы сегодня можем прославлять Его, радоваться Его рождению, радоваться, что Он в нашем сердце. И, вы знаете, очень интересная история про Волхов. Это были чучестранцы, но они откуда-то узнали, что должен родиться царь. Они выглядывали, знали, рассчитывали, что должна появиться звезда. И, знаете, наверное, когда они увидели эту звезду, и, наоборот, на Своем Божьем, они возрадовались. И они пошли поклониться царю царей. Они пошли поклониться. И, вы знаете, та же очень интересная история, когда они пришли к Ироду, да, Ирод говорит, разведайте, где находится, я тоже хочу поклониться Ему. Что он сказал с лукавством. Они вышли и пошли, и звезда шла перед ними. Ее никто не видел. Но видели ее мудрецы, братья и сестры. Если мы ищем Господа, то мы увидим Его. Слава Господу! Если мы ищем Его всем сердцем, мы увидим славу Божию. Интересно, шла звезда, освещала путь, прямо до места, где лежал Иисус. Никто не видел. Весь Иерусалим в движении был. Ирод негодовал. Он желал узнать, где именно находится младенец. Но мудрецы видели. Почему? Потому что их сердце было открыто. Они желали видеть Его. Они желали поблагодарить Его. Поэтому Господь открыл им путь и указал дорогу к младенцу. Братья и сестры, еще хотел бы напомнить, что если мы искренне ищем Его, то Господь не оставит нас без ответа и внимания. Дух Святой приведет нас туда, куда нам нужно прийти. Слава Господу! И в заключении, небольшой пробуйте, хочу сказать, что самое важное, мы еще, может быть, не сознаем. Бог дает нам свою праведность. Благодаря Его праведности нам открыта дорога в небо. Мы, может быть, еще не оцениваем это, но мы оценим это, когда окажемся на небесах. И в заключении хотел бы провести такое свидетельство небольшое. Одна сестра, это где-то на Ближнем Востоке, и она попала в катастрофу, и автобус упал с горы, и она умерла. Потом Господь вернул ее. И она свидетельствовала, когда я пошла на небеса, и со мной еще были люди, и у нас были белые одежды. И Христос показывал вот это прекрасное место пребывания святых. И так было там чудесно и прекрасно, и хорошо. И так было радостно. И у нас были все такие красивые белые одежды. И когда Господь возвращал ее обратно, и она была на границе вот этого духовного, физического мира, и она увидела, как много с земли поднимается людей и в белых одеждах, и в черных одеждах. И они как магниты, которые в черном одежде, они идут туда, где мрак. А те, которые в белых одеждах, они поднимаются на небеса к Господу. И вот на этом переходе, одна женщина, которая поднималась, вот именно духовный мир, она узнала меня, подошла ко мне и говорит, я умерла. У нее была черная одежда. Я не хочу туда идти, где мрак. Дай мне свою одежду. Я хочу одеть твою одежду и пойти там, где хорошо. Там, где Господь. И она говорит, хорошо. Бери мою одежду. Я дам тебе. Она, может, не понимала что-то. Я, говорит, попыталась снять эту одежду. Несколько раз пыталась, но она не снимается. И я потом поняла, что эта одежда, это сияние от моего тела. Это праведность Божия, которую невозможно снять. И потом ее, эта женщина, как магнитом, она пошла там, где мрак. А я вернулась к жизни, Господь вернул для свидетельства. Поэтому слава Господу за одежду Божию, которую невозможно, никто не может снять. Это как пропуск в небеса. Поэтому будем дорожить праведностью Божией. Не позволим украсть ее, не позволим снять с нас, но будем дорожить ей и благодарить Господа за Его праведность, за это прекрасное Его рождение, за омытие, за прощение, за мир, за благодать и за многое-многое. Аминь. Непостишимы Божьи пути, И мысли Божьи не наши мысли, Как небо выше от земли, Так выше и прекрасней Божьей мысли. О, мой Господь, Как благодарен я Тебе, Что Ты так любишь И благословляешь, Что в Иисусе Ты открылся мне, Что Ты со мною Рядом обитаешь. Для каждого из нас Он ставит цель И говорит, Иди, и я пойду с Тобою. И не страшись ты Трудностей потерь, Не спорь с Христом, Назначенной судьбою. О, мой Господь, Как благодарен я Тебе, Что Ты так любишь И благословляешь, Что в Иисусе Ты открылся мне, Что Ты со мною Рядом обитаешь. Ведь путь мой самый лучший Для Тебя, Доверься мне, Всегда я буду рядом, Хоть иногда вокруг Лишь темнота, И воет бурешквал С дождем и градом. О, мой Господь, Как благодарен я Тебе, Что Ты так любишь И благословляешь, Что в Иисусе Ты открылся мне, Что Ты со мною Рядом обитаешь За цель, Открытую Тобой, За путь, Котором Ты идешь со мною. Благодарю, Мой Бог, Я всей душой Благодарю, Ты этого достоин. О, мой Господь, Как благодарен я Тебе, Что Ты так любишь И благословляешь, Что в Иисусе Ты открылся мне, Что Ты со мною Рядом обитаешь. Вы знаете, Я уже 20 с лишним лет Молюсь все время, И так иногда Молюсь как бы все время От той молитвой. Благодарю Господа За то, что Он изменил Жизнь мою. Ну а потом думаю, Ну а что я еще могу? Ну на самом деле, Если сравнить, Мне довелось пожить И во времена Атеизма, Мне 55 лет, Как бы уже Большая жизнь За плечами, Скажем так, Опыт есть. И во времена Вот этой свободы, Которая пришла Так, Значит, Для нашего блага, Для моего личного, Раз я уже О себе как бы свидетельствую. И вы знаете, И вот Учит Бог, И я благодарю, Что я сейчас Не лежу дома И не умираю В похмелье с Глубокого, Как было 20 лишних лет назад. И я вообще думаю, Вообще было бы это или нет? Может быть уже давно бы Я уже где-то там бы. Вот. Потому что, ну, Жизнь показывает как бы, Что, Что есть кто, И что вообще происходит в жизни. Я думаю, ну надо же, Какая благость и милость Божья. Мир живет, А церковь потихонечку созидается. И об этом не объявляют В законе, В газете, да, Где-то там раз, Вот закон вышел, Вот, такое-то число Вошло уже. Нет, оно просто само собой Так потихонечку идет, Идет ковчег этот, Идет наш. Мы туда заходим, заходим. И когда-то же закроется этот дверь. И я сегодня утром еду На служение. И так благодарю. Думаю, в городе так мало Движения, Я потихоньку еду. Ну, Господи, Как я тебя благодарю. Вот ты меня учишь, Я еду в служение. Сейчас бы я могла быть Дома где-то там, Значит, Если бы я в мире жила. Вот. А я еду в служение. И думаю, Господи, Одна только мысль Приходит, Если верующий в меня Не постыдится. А она мне придает Такую силу. Слава ему за все. Хочу я быть Христос Тобой, Пусть путь твой узкий и тернистый, И в каплях крови Твоей чистой. Веди меня своей тропой, Хочу я быть Христос Тобой. Хочу я быть Господь с Тобой, Порою тяжко мне до боли, Нести свой крест земною доли, Но сердцу ты даешь покой, Хочу я быть Господь с Тобой. Хочу, Спаситель, быть с Тобой, В минуты злые искушенья, Борьбы жестоко и сомненья, Ты укрепи дух слабый мой, Хочу, Спаситель, быть с Тобой. Хочу я быть всегда с Тобой, Придет к концу тропа земная, Ты позовешь в обитель рая, И там в отчизне неземной, Я буду навсегда с Тобой. Мир на жизнь, где клавиус и фосфорили, Видел Бог их чистые сердца, И родиться в их семье Христу вести, Предназначил Он и Сына в мир посла. Но во всех домах закрыты были двери, И нигде Христу приюта не нашлось. И Иисус родился средь оверх в пещере, На соломе положить Его пришлось. Рождество друг друга люди поздравляют, Создают уютный цвет праздничных огней, Но счастливый, что то сердце принимает, Нам рожденного в ту ночь царя царей. Нам совсем не трудно, если те представить, Пастуху, бегущих по Христу, Тяжелее корою гре и зло оставить, Но всегда доверить Богу жизнь свою. Многим нравятся рождественские строфы, Любят всех сочей и петь о Рождестве, Но не сбросив навсегда грима о комы, Все же гибнут миллионы душ во зле. В Рождество друг друга люди поздравляют, Создают уютный цвет праздничных огней, Но счастливый, что то сердце принимает, Нам рожденного в ту ночь царя царей. Рождество Христово тайного воплощенья, В ней сокрыта Божья красота, Чтобы до конца понять ее значение, Нужно в сердце принять Господа Христа. Если нет в твоем сознании умиленья, Предспасителем рожденным для тебя, Будет все подарки, свечи, украшение, Но в душе как прежде будет пустота. В Рождество друг друга люди поздравляют, Создают уютный цвет праздничных огней, Но счастливый, что то сердце принимает, Нам рожденного в ту ночь царя царей. Кто так долготерпелив, как наш Бог, Который никогда не торопится с судом? Даже когда мы ослабеваем, Понятно, что угроза возмездия, Она нависает над нами, Если мы нарушаем заповедь Божью, Приступаем, делаем какой-то грех, Над нами нависает возмездие. Так говорит Слово Божье, Что возмездие за грех смерти у Бога нет лицеприятия. Но он никогда не торопится с расправой, С наказанием. Он нам говорит о глубине своей любви, О своем характере, о его отношении. И говорит нам, что я мыслю не так, как вы, люди. Я мыслю выше. И мои пути другие. И у меня всегда милость превозносится над судом. Слава Богу! И мы в такого Бога уверовали. Мы не уверовали в Него, как громоверца какого-то безрассудного, Который только казнит и прерывает, И только смертью наказывает жизни людей. Мы такого Бога не знаем. Мы знаем, что у Него есть строгость, Но у Него милость превозносится над строгостью, над судом. И Он знает, как нам помогать, даже и наказывать, но к тому, чтобы исцелить, спасти и помочь. Слава Господу! Слава Господу! Что-то праздник – это что-то вот, типа, жареного гуся, там, наряженных елок и так далее. И на этом все. Но беда с такой верой. Беда с такой верой. Но когда человек осознает и горячо Бога благодарит за то событие, Что произошло в его жизни однажды, Что он возродил этот умерший для Бога дух, Возродил к вечной жизни, положив туда семя веры, Достигнув в наши сердца благой вестью О страданиях и воскресении нашего Господа Иисуса Христа, Эта душа горячо Бога благодарит за это событие И бережет и хранит эту жизнь, Чтобы она не угасла, не померкла и никогда больше не исчезла из нашего духа. Он благодарен Богу всю жизнь. Слава Господу! И всю жизнь этот праздник Рождества празднует. Но для меня праздник, как мы обозначаем, Говорим праздник, сегодня вот воскресенье, Пасха, Сегодня Рождество, сегодня Пятидесятница. Это день, в который можно с увеличительным стеклом Пройтись по своему духовному состоянию и рассмотреть его. Ну, я так отношусь к празднику, это мое личное. Может быть, кому-то понравится, может нет, Но благословит Господь. У каждого из нас праздник отображается в нашем сознании, Значит, в нашей жизни по-разному. Для кого-то это повод собрать семью, Своё родство, что-то сжарить там, испечь, настряпать, Приготовить и пообщаться Бога прославить. А для кого-то что-то другое. И мы все разные. Но мы с вами знаем, что Бог, Начиная напоминать ещё, Открывать свою волю, Начиная ещё с событий Эдемского сада, Которых сегодня было уже упомянуто, Он уже тогда дал надежду человеку О том спасении, которое Он сделает своей рукой, И оно будет не руками человеческими сделано. Он сделает своей рукой. Что в дом выразил свою волю, Что между семенем дьявола и семенем жены положит вражду. И что семя жены будет поражать это семя дьявола в голову. Хотя ему удастся только в пятку ужалить семя жены. Это говорило нам о том победоносном событии, Которое совершится, А воля Отца она уже совершилась. Дело в том, чтобы в том времени, В котором земля существует, Это событие совершится, Но срок сокрыт был в недрах Божьего сердца. Когда пришла полнота времени, Это обетование исполнилось. И ещё задолго до этого, Бог через пророков, Свой народ, Ставил в известие, Что Он пошлёт спасение, И оно будет даровано, Как сказано было в пророчестве Исаии, Через младенца. Указано было на это, Я хочу прочитать, Из книги пророка Исаия, Из девятой главы шестого стиха, Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, Владычество на рамени его, И нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, Умножению владычества его и мира, Нет предела на престоле Давида И в царстве его, Чтобы ему утвердить его И укрепить его судом и правдой Отныне и вовеки. Ревность Господа Саваофа Соделает это. Сказано пророчески через этого мужа о том, Что через этого младенца, Которому дадут имя, И оно уже наречено, Такими значимыми словами, Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, Речь не идет о Князе мира сего, А о том владычестве, Что миром Божьим, Он будет распоряжаться И посылать его, Как имеющий полномочия великий, Князь этого мира Божьего. И когда сказано, Что умножению владычества его Нет предела, И умножению владычества мира Божьего Нет предела, Мы порой прочитываем эти слова, Да и, ну, сказано, сказано было, Жаль, что Израиль в это не поверил. Но обратим с вами, друзья, Внимание, Что когда Христос говорит О том блаженстве, Которое дано верующим в Него, Кто поистину истинно счастлив В глазах Бога, То читаем Евангелие от Матфея В пятой главе, Где он говорит, что Блаженные миротворцы, Это пятая глава Евангелия от Матфея, И мы читаем в девятом стихе, Блаженные миротворцы, Ибо они будут наречены Сынами Божьими. Опять миротворцы. Но в современной нашей жизни У нас бывает, В первую очередь всплывает в головах Вооруженные люди в голубые каски одеты, Как бывает часто, Мы видели где-то В каких-то новостях и так далее, На картинках каких-то журналов. И вот о них сказано, Миротворцы, миротворцы. Думаем, да, Такой мир-то нам, Как бы, Который гранатометами и танками приносится, С натяжкой и назовешь вообще миром. Так, условное что-то. Оказывается, Слово Божье Говорит о понятии мир, Как у нас везде одним словом В синодальных Библиях переведено, О разных вообще событиях. Одно дело, Словом мир названо события Мирных отношений, В которых нет вражды, Нет вооруженного противостояния. Ну, там, С любовью без любви, Другой вопрос. Главное, не летают пули друг в друга, И люди существуют, Ну, говорят, мирно. Другим словом, Мир называется, Как общество людей. Когда мне Одна бабушка, Мы делали у нее одну работу, И она мне рассказывала, Что когда ее будущий муж Вернулся с фронта, Ну, мы знаем, Что была такая Вторая мировая война, И взял ее себе в жену, Она тогда была молодая, А он такой уже, Ну, постарше ее намного, Почти что усыновил ее. Ну, тогда была ситуация сложная. И он, говорит, Меня предупредил. Было нам очень тяжело сначала. Он меня предупредил. Попробуй хоть одного ребенка изведи. Я, говорит, тебя убью тогда. Я видел, Столько мира погибло. Столько мира погибло. Люди десятками тысяч На его глазах становились мертвецами. Вот большое количество людей Или обитание людей Называется тоже таким вот словом. Мир. Другое слово греческое Тоже написано у нас, переведено как мир. Но греческое слово написано космос. То есть, Околоземное пространство. Космос тоже переведено у нас как мир. Но еще одно греческое слово, Ирия, Которое в еврейском языке Шалом обозначает Гармоничное существование. Как бы это словами выразить? Гармоничное существование творения с Творцом. И вот обозначается вот этим словом. Шалом или греческое слово Ирен. От этого слова и имя есть Ирина. Кто из вас Ирины? Вот улыбнитесь и поблагодарите Бога внутри. Вам дано мирное такое имя. И вот это тоже сияние славы Бога. Им обладал человек когда-то, Но сегодня уже было нам упомянуто об этом, Что из-за своего своеволия, грехопадения, Человек потерял божественный мир. Он потом начал называть миром разные вещи. Вот тут мирные отношения. Руки пожали, А за спиной там моргнул, Давай бей его. И вот это вот все. Мир растеряли. Но как-то статистики подсчитали. Вот о тех временах, которые мы говорим сегодня, Брат Иван сказал, А нас, слава Богу, не трясет, Не подкидывает здесь. И да, здесь войны нет у нас. Но когда кончилась Вторая мировая война, С 1946 года до сегодняшних дней, Оказывается, всего 26 или 25 было мирных дней, В которых в общей сложности и то, Такого времени, которого хватит всего на 26 суток, В которое пули не летали или там не стреляли. Но за это время уничтожено в результате боевых действий До 30 миллионов человеческих душ. А называется мирное время. Нет мировой войны. В том понимании, как бывает, люди представляют, Бомбы сбрасывают и идет народ на народ, Держава на державу. Такого нет. А вот эти локальные войны, вооруженные конфликты, Где-то там борьба с террористами и так далее, До 30 миллионов человек за эти 70 лет унесли. А фактически говорят, войны нет. Так, местами. Так что же это за мир, когда нас так эта действительность пытается обмануть? Говорит, что войны нет, а 30 миллионов унесло. И всего 26 суток было без выстрелов. Поэтому мы видим с вами, что объявления вот этих все, Мир, мир. Да, мира-то нет. Но обращаем с вами внимание на слова нашего Господа Иисуса Христа, Которые записаны в Евангелии от Иоанна. Мы читаем с вами в 14 главе. Где Христос, воскресший, приходит к своим ученикам. Прошу прощения, в 20 главе. Где Он, воскресший, приходит к своим ученикам. И по воскресении своем с 19 стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и встал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, увидевшие Господа. И дальше в 26 стихе. «После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал, «Мир вам!» И вдохнул на них и говорит, «Примите Духа Святого!» И что-то они пережили. Но это же не было таким, сказал слова простые. Подошел к ним и неизвестно для чего дунул на них. Сказал, «Что это такое?» Но дыхание Святого Бога всегда привносит в наши сердца глубочайший покой, которого ум человечества не знает, а знает возрожденное свыше сердце. Слава Господу! Вот поэтому Павел в послании к римлянам 5 главе пишет первым стихом, что, оправдавшись верою, сегодня было сказано об этой праведности, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. Никакими инъекциями, химическими препаратов каких-то еще, убеждений, каких-то философских учений не приобретается этот покой. Сказать, что получите, много таких говорильщиков. Придите то, сядьте в такую позу, глаза туда устремите, мозги туда устремите и успокойтесь. Но мир-то Божий приходит только через Иисуса Христа. Слава Господу! И действием Святого Духа! Вот сам Христос пришел к тем, которые имели эту святую веру в Него, но чего-то еще в этой вере не знали. И послал в них, дунул на них дыханием Святого Духа, и мир Божий почил на их сердцах. Как они обрадовались, что увидели Господа! Слава Богу! Они обрадовались, мир, вот оно! Это не просто воскресший Христос глаза наши порадовать. Мир-то сразу наполнил наши сердца. Им трудно было это сказать словами. Мы не все то, что переживаем от действия Духа Божьего, можем трансформировать в слова. Но сидим радостны, спокойно нам, и люди говорят, ну чего? Не знаю, как сказать, но мне хорошо. Слава Богу! Слава Богу! Это мирное состояние сердца, которое очищено через покаяние, прощением Божьим, силой крови Иисуса Христа в наследие, вместо вины, тяжести, осуждения совести, дается божественный мир, как знак Божьего прощения. Слава Господу! Бог этой печатью говорит, ты со мной больше не во вражде. Я тебя как врага больше не воспринимаю. Ты мой сын, ты моя дочь. Ты в моего сына поверил, я тебя оправдал по вере, омыл, освободил, я в тебе вины не вижу. И во свидетельство этого посылаю в твое сердце мой мир. Слава Господу! Мы с вами, друзья, понимаем, что мир дает Бог. Значит, Он приобретается нашими сердцами через веру в Иисуса Христа, но все это для того, чтобы какие-то новые эмоции в нашу копилку положить. Является ли Он определенной драгоценностью, мир Божий? Или это так, чтобы нам скучно не было изо дня в день между событий, попросили, мир пришел, но еще вместо там телевизионных каких-то эмоций раз тетрадочку с миром Божьим воткнул еще в наше сердце. Или это что-то главное? Это главное. Давайте опять обратимся с вами к Священному Писанию. Мы с вами откроем послание апостола Павла к филиппийцам из 4 главы. Убедимся в следующем. И он говорит, написав этой церкви в послании, убеждая их, чтобы они ни о чем не переживали. Читаем в 4 главе. Я читаю 4 стиха. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Он вас не покинет. Но Слово Божье нам говорит и здесь, и я еще одно место приведу, что мир Божий, он нам дан для действенного, для действенной реализации. Ну, можно я такими словами скажу? Молодые понимают, ну, я за вас переживаю, мои драгоценные пожилые сестры. Скажите опять, брат Вадим, ты так закудрявил, говори-ка попроще. Но это понятно, что он нам дан для того, чтобы мы им жили и с мирным сердцем все делали в нашей жизни. Воспитывали детей, работу работали своими руками, имели отношения в наших трудовых коллективах, с нашими начальниками, с нашими подчиненными, со служителями в церкви, с подчиненными в церкви, с моими братьями и сестрами. Здесь сказано, что это исполняйте, и Бог мира, он будет с вами. Не для того, чтобы мы в служении. Я такой мир получил, домой пришел, увидел какие-то нарушения там, брови в горсть, забыл все про то, что он там в служении получил, такой, я им сегодня разгром устроил, я им сегодня сказал. Знакомые, да, фразы? Потом говорит, ну простите меня, вот записывается, потом услышат многие, да, и говорит, это все мне нервы поднял, это все мне мозг вынес. Это изречение божьих детей. Где был в это время Божий мир, когда выносило из-под волос все? Где был Божий мир, божественный мир, когда подняли все твои нервы? И выражения-то какие? Он меня достал. Куда достал? Раз быстро достал, значит мелко было. Значит мелко было. То нас маленьких приводили купаться туда, где называли лягушатник, где там по колено воды. Тут наверняка не утонут. Ну так там быстро дна достанешь, там трудно было плавать научиться. Чтобы плавать научиться, надо на глубину. Вот когда глубокие наши отношения с Богом, тогда нас шибко-то и не достанешь. Мы успокаиваемся в Боге и храним божественный мир, который дан нам Богом, потому что воспринимаем его как великую драгоценность, полученную от Бога. И Слово Божье говорит нам через апостола Якова, который пишет следующее, что плод правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. Плод правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. Это послание Якова, 3 глава, 3 глава, 18 стих. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Это приводит нас к третьему пункту. Получив, первое, мы понимаем, что Бог решил восстановить свой мир в сердцах людей и делает это вот так. Второе, мы поняли, что через веру получили этот мир от Бога через веру в Иисуса Христа. Убедившись еще тем, что читал сегодня брат Иван, напоминал нам из 2 главы Евангелия от Луки, где небо открылось и внезапно с ангелом явилось великое множество воинства Божьего, которое восклицало с великой радостью «Слава Вышних Богу!» На земле мир! Ириан! Ириан! Не космос, ни бомбы не летают, а на земле мир! Божественный! Он пошел теперь к людям, потому что в человеках благоволение! Слава Господу! А теперь, получив, на нас возлагается ответственность хранить Божий мир. Павел говорит, как хранить? Слово Божье говорит, что оказывается плод правды сеется среди этого мира через жизнь тех Божьих детей, которые умеют хранить мир. Вот они так высоко его оценили, что не расторговываются им при первой же попытке, когда нас кто-то не слушается, когда делают что-то не по-моему. Я пришел домой уставший, пыльный, грязный с работы, не удалось пообедать, работа только давила и давила, надо было ее закончить. Прихожу домой, а ко мне еще с претензиями. Там что-то дома тоже произошло, и ко мне еще с претензиями. Ты чего? Время-то сколько? Уже звезды на небе, все, ты все работаешь и работаешь. И вот тут вот до глубины, где там сколько глубокого? Есть у нас, если мир там есть, но мы мирно скажем, да извини, сегодня так получилось, что-то я, ну, вот так получилось. Если нет, ты бы сначала узнала, да ты знаешь, что со мной было, да там так нарисует, а вы тут ходите, просидели дома весь день, ничего не делали. Ну вот, вот и все. Но тогда плод правды, друзья, он не посеется, он высеваться не будет, потому что незрелое, а незрелое, оно и не высевается. Но когда зрелое, оно при нажиме высеется, высеется семенами правды. И мы придем с вами дальше, к следующему пункту о том, что сказал Христос. В пятой главе Евангелия от Матфея, девятым стихом, блаженные миротворцы, они назовутся сынами Божьими. И дочерями не об этом сказано, что только сыны, а дочерей нет. Мы понимаем этот вопрос. Когда приходишь, и обстановка, никто ее не может успокоить. Но туда помещается Божий человек и ведет себя так, что зло куда-то дьется все, и наступает мир божественный. Отвечает на вопросы так, что люди успокаиваются, конфликт угасает. Туда пришел миротворец, у которого в сердце божественный мир, и он на нем почивает, и он принес его. О чем Иисус сказал, в дом, в который войдете, посылая на проповедь Евангелия своих учеников. В какой дом войдете, приветствуйте его такими словами. Мир дому сему. Если там есть кто? Не расслышал? Если там есть сын мира. Если там есть сын мира, то мир ваш там никуда не денется. Вы понимаете, друзья, это очень важно. Потому что Павел говорит, смотрите, насколько это важно. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, всякого вычисления, там, умственности и так далее, развитой, он, написано, соблюдет и сердца, и помышления ваши во Христе Иисусе. И никакой тревоги нам Слово Божье говорит, не подчиняйте мир Божий, который я вам дал. Посмотрите обетование через Исайю, которое дано. Владычеству, умножение владычества мира его нет предела. А если мы выходим из себя при маленьком нажиме, мы показываем обратное. Нет Бог. Твое пророчество, оно не такое уж и отчетливое, и ясное. Ты что-то перепутал. Вот силы твоего мира во мне не хватило, чтобы перебороть гнев вот моего сына, моей дочери, моей жены, моего мужа, или той женщины в автобусе, которая меня толкнула очень сильно. Могущества твоего мира на это не хватает. Да не хватает в твоем и моем сердце, потому что там мира Божьего мало было. Я не заботился сохранить. Я не заботился сберечь. Мое оказалось выше Божьего мира. Вот оно и проявление такое. Но плод правды, написанное, якобы говорит, сеется в мире этом у тех, которые умеют хранить мир. Умеют хранить мир. И к некоторым приходит, говорит, брат Вадим, вот все, все понимаю, но все очень плохо, я опять раздражился, я наскандалил, я там всем сказал, теперь все грустные ходят. Я говорю, а мир Божий где? И вспоминает, я вижу, человек сидит, вспоминает, когда он там был у него вообще. Так обозначился ярко, что он понял, да, ой, мир Божий, как он приятен. И не помню. Это трагедия, возлюбленные. Ведь, если мы так оцениваем мир Божий, что готовы при первом нажиме расторговаться им, лишь бы свое получить, это для нас трагедия. Это мы так высоко ценим Христа по отношению к нашим вещам. Потому что мир Божий, он соблюдает нас во Христе. Если я им не дорожу, то я не дорожу, в принципе, пребыванием во Христе. А пребыванием дорожу в моем, в моем эго, лишь бы по-моему, вот тогда все мирно, когда меня по шерсти гладят, образно говоря. Но когда я дорожу пребыванием во Христе, тогда буду соглашаться с тем, что на меня жмут, мне причиняют страдания, меня судят несправедливо, что-то, простите за такое слово, отжимают у меня то, что я, ну, привыкли мы говорить, это мое. Мир Божий мне дороже, чем эти тысячи, машины, деньги, кровати, дети, животные. Мир Божий дороже. Мир Божий дороже. Аминь. Он свидетельствует нам о том, что мы во Христе сокрыты. Возлюбленные, если мы этим не дорожим, то те грядущие бедствия на всю вселенную просто растерзают наши сердца, если мы не будем сокрыты в Божьем мире, потому что это надежная охрана Бога от всякого рода зла. Слава Господу! Как мы должны оценить Божий мир и беречь его, хранить его, постоянно возгревать в своих сердцах. Исайя также, я сейчас не помню это место, нет, это через пророк Иеремию было сказано, где Бог обращается к своему народу и говорит, что, если бы ты ценил слова мои, жил по слову моему, то мир мой был бы в тебе, как волны морские, правда была бы, как река был бы в тебе, ты бы мог это промывать, побеждать любые происшествия. И говорит, что это удел праведника, а вот Слово Божье говорит, нет мира нечестивым. Когда есть нечестие в нашей жизни, когда мы его допускаем, вот тогда мир Божий и теряется. Нет мира нечестивым, проникло какое-то нечестие, как можно быстрее нужно от него избавиться, потому что я рискую быть вне присутствия Христа, растеряв Божий мир. И тогда открыт для воздействия всех сил зла, демонических сил, они могут мне очень глубоко и надолго повредить. Чтобы этого не случилось, я должен оценить свое состояние и вернуться в Божий мир, вернуться в Божье присутствие, начиная со своего размышления. Слово Божье говорит, что о сем помышляйте, о сем помышляйте, и Бог мира будет с вами. И в наших отношениях апостол Павел пишет в послании к Колоссянам или Колоссянам, как будет правильнее, наверное, что это наше призвание. И он говорит об этом в третьей главе этого послания, что вы довладычествует в сердцах ваших, третья глава, пятнадцатый стих, в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. В церкви Христовой, в отношениях между святыми, должен владычествовать мир Божий. Умножению владычества его, вспоминаем пророчество Исаии, и мира его нет предела. Слава Господу! И он говорит, в ваших отношениях должен владычествовать божественный мир. Вы к этому призваны. Это ваше наследие, это ваше призвание. Живите и умножайтесь в нем, и будьте друг о другу дружелюбны. Я убежден, есть нам что поправить из большей долей божественного присутствия и могущественного распространения Божьего мира не только этот год прожить, но и дальше жить, и открытыми держать сердца, чтобы распространение могущества Божьего мира никогда в нас предела не имело, но умножалось больше и больше, чтобы через нашу жизнь сеялся плод Божий, и это было очевидно для людей мира сего. И это их привлекало еще убедительнее к Господу примириться со своим Богом. Слава Богу! Возлюбленные с этой надеждой и с этой молитвой мы обратимся к нашему Богу с благодарностью. Аминь.